В Баку состоялась международная конференция на тему неоколониализм, нарушения прав человека и несправедливости. В мероприятии приняли участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости от Франции, а также Корсика. Я представляю сегодня наших уважаемых гостей в программе специальный выпуск. Это Дэвид Вахаба, заместитель генерального сектора партии «Единая Каледония», а также Рок Хаокас, координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канарских рабочих. Сегодня мы будем подводить итоги международной конференции «Неоколониализм. Нарушение прав человека и несправедливость». Меня зовут Руслан Сулейманов. Это специальный выпуск. Я буду общаться с нашими уважаемыми гостями по-французски и последовательно переводить. Прежде всего, я хочу поприветствовать наших уважаемых гостей и спросить их об их впечатлениях от Баку, от Азербайджана в частности. Прежде всего, я хочу поприветствовать вас сегодня. Это очень важно, это очень интересный для нас. И моя первая вопрос. Вы, для первой разницы, Баку? – Да. – Каковы вы впечатлили? Что вы, Азербайджане, для вас? – С'слабай. – Это первая разница, я приехал в Азербайджане. Спасибо, чтобы мы пригласили в Азербайджане. Мы пригласили в Азербайджане, для нас, и для вас, и для вас, и для вас. И для вас, которые представляют Магали и Мика, и для вас, и для вас, и для вас. И для вас, чтобы мы приняли это в Азербайджане, и для вас. – Спасибо. – А вы? – Да. – На первую опрессию, это первое, что мы хотим вернуть в Азербайджане и Азербайджане. Добро пожаловать на наш родственники, которые ведут эту длительность до сегодня. И мы были приглашены по нашим представителям историкой ФЛНКС для продолжения работы для наших родственников, и для того, чтобы сделать наш родственники в индивидуальность. И для того, чтобы мы услышали Азербайджан, у нас было многое, для многих из нас, чтобы положить на карте. Но это было бы как-то, чтобы у нас был, что-то так далеко от России, и что-то нам дает эту большинство, мы очень благодарны. И мы вам благодарны, что мы благодарны, и мы благодарны нам еще больше, плюс доволен в нашу борьбу. Наш уважаемый гость Дэвид Вахаба, я напомню, заместитель генерального секретаря партии «Единая Каледония», прежде всего благодарит Азербайджан, азербайджанское руководство за приглашение. Это чрезвычайно важно для представителей «Новой Каледонии», которые продолжают свою борьбу за независимость. И, как подчеркнул наши уважаемые гости, действительно Азербайджан, Баку предоставляет такую возможность, предоставляет такую площадку для тех народов, которые проживают в Новой Каледонии. И это действительно очень большая возможность заявить о себе, рассказать о своих проблемах, о своих чаяниях, о своих надеждах, о том, чем сегодня живет народ Новой Каледонии. Наш второй уважаемый гость, я напомню, Рок Хаокас, координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канадских рабочих, благодарен Баку также за приглашение, благодарен Азербайджану, считает, что это чрезвычайно важное мероприятие для его организации и для того народа, который он представляет. Это очень важно в контексте того, что сейчас целый ряд международных организаций, огромное число народов, которые находятся в колониальной зависимости от Франции, объединяются. И очень важно донести до мира объективную картину, объективную точку зрения. И Баку таким образом демонстрирует свою солидарность с этими народами. Баку предоставляет им площадку, предоставляет арену для того, чтобы также заявить о себе, рассказать о своих проблемах с тем, чтобы их голос был услышан. И это, безусловно, все будет способствовать той работе, которую ведут вышеупомянутые организации. И мой второй вопрос касается важности, собственно, конференции. Это действительно нечто уникальное в своем роде, во всяком случае, для Баку, для Азербайджана. В этой связи я хочу спросить у наших уважаемых гостей, почему эта конференция так важна, почему она так актуальна. Моя вторая вопроса, какая важна эта конференция для вас, почему она так важна для вас, эта конференция? Пожалуйста. Пожалуйста. Это важно для нас, потому что старые были в ОНУ, чтобы поговорить о борьбе канаке. И потом, с другой стороны, вы знаете, что, с продолжением борьбе, были три конферендума, которые были в Канаке. У нас было две, когда произошло. В Канаке, когда мы спросили, мы спросили, но мы не решили, что это было решено. Но мы не решили, что это решено. Это решено, что это решено. И в результате этого решено, большинство Калейдоней не было решено, В этом году, которые были ввы, были ввы, отбрены в COVID-19. Потому что, в этот момент, мы были ввы. Ниже не могли бы дать их ввы. Поэтому они задали оформление ввы. И в Еtat, в принципе, импосили, как и вовремя, что результаты, это 53% абсенсионисты, которые были ввы, ввы. И большинство, это по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Это потому что сегодня, я тебе сказал, что я благодарю Азербайджану, я благодарю СНЦ, СБС, для того, чтобы поделиться к нашим народам, и когда Жак Раучас Я сказал уже, что мы получили уважение к нашим, потому что, уже много лет, они были борются. И, когда мы борются против, 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 против 1953, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Главным образом западных СМИ И поэтому это действительно очень важная площадка Наш гость специально подчеркнул, что CBC это та площадка, это та очередная возможность для представителей Новой Каледонии, чтобы заявить о себе и сказать свое громкое слово Это слово должно быть услышано, при том не только в Азербайджане, как подчеркивает наш гость, он надеется, что его услышат и в соседних странах, вообще в регионе, в России и так далее Тот же вопрос я хочу задать нашему второму гостю, Року Хаокасу, координатору по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канадских рабочих Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 который позволяет этим народам говорить о себе и таким образом разрушать саму колониальную риторику, разрушать ту систему, которая сложилась на протяжении очень долгого времени, система диктата, система подавления. И наш гость с удовлетворением отмечает то, что, конечно, такие встречи, такие конференции, они способствуют продолжению борьбы и способствуют тому, чтобы голос, в частности, жителей Новой Каледонии был услышан, чтобы на них обратили внимание и знали, что голос Франции и французских масс-медиа, он не единственный. Следующий вопрос, который я хотел бы задать нашим уважаемым гостям, связан непосредственно с их деятельностью, с тем, чем они занимаются, какие цели они перед собой ставят, собственно, чего добиваются сегодня Новой Каледонцы. И я задам вопрос каждому из наших гостей. ВОТВ awak иди juga действие, о том, что объявили наши гостей? Как вы организоваете организацию? 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 Приезд в Баку – это очередной шаг для того, чтобы достичь своей цели. Такие мероприятия, такие встречи, такие конференции способствуют прекращению неоколониального диктата. Но, как подчеркнул наш уважаемый гость, лучше всего об этом расскажет наш второй гость, Рок Халкас, координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канадских рабочих. Потому что, как подчеркнул наш уважаемый Дэвид Вахаба, у нашего второго гостя больше практического опыта. И, конечно, он с нами поделится. Скорее, вы поговорите, вы продолжаете. Ваш активное новое канадитное – какие будут идеи главных преимуществ? Какие будут ваши самые главные принципы? С'юм November. Я веду вас подчеркнув на нашу новым костюм, также из их бизнес-прицей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И потом, когда они попали, когда они попали в Москве, они попали в Франции. Они попали, что они попали в Франции. И Итат сказал, что нужно выбирать между департаментальностью и индивидуальностью. Потому что на лоркаде, это античамбе и индивидуальность. И это так, что наши департаменты, они выбрали индивидуальность. Вот почему мы сейчас здесь. Для того, чтобы сказать, что мы не можем больше. Когда все страны, рядом с нами, в Банатуре, в Саломоне, в Фиди, все эти страны, они были индивидуальны. И только в России, как Таити, Уалис, Путуна и Канаки, они всегда были руководители. И для того, чтобы сказать, что в 1971, в Банатуре, когда мы вернемся к Парию, когда наши департаменты встретились в Франции, они вернулись. Они решили, чтобы сказать, что мы идем на индивидуальность. Вот. И так, чтобы сказать, что мы тоже не можем нам трудиться с настройом хорошей части. Когда мы вернемся к Азербайджану, мы увидим, мы увидим на теле, Мы увидим зоносной книжке. Это фиртет, чтобы быть в стране, чтобы быть в стране. Потому что мы, мы с дрампом, с нашими тишками, но в Каледонии, это не дрампом, это всегда дрампом французский. Даже если у него был момент, когда он был в Каледонии, он сказал, что нужно было с двух идентичков, с двух идентичков и французской. И сегодня эти два дрампом французского в Каледонии. Но в каждом дрампом французский, и поэтому мы хотим, чтобы каждый день «Лаканаке-либр» и, с помощью всех стран, как в Азербайджане, вы нам помогите вращаться. Спасибо. Наш уважаемый гость говорит о том, что сама колонизация изменила сознание народа, и люди могли бы развиваться совершенно по другому пути, мыслить в совершенно другом направлении. Проблема заключается в том, что те люди с Новой Каледонии, которые отправляются во Францию, они меняют свой образ мышления, и они уже не думают об интересах собственного народа, они думают об интересах Франции, об интересах Парижа, и о том, что им диктует, собственно, Франция. И эта ситуация неприемлема, как и неприемлема любой другой страны. Наш гость подчеркивает, что, по его словам, нечто подобное наверняка было бы неприемлемо и для азербайджанского народа, вот такого рода зависимость. Поэтому, конечно, независимость — это, прежде всего, образ мышления, это свобода, это стремление делать свою и только свою нацию лучше, концентрироваться на ее запросах, на ее проблемах, а не зависеть от кого либо. И тот же самый вопрос, я хочу задать нашему второму гостю, чтобы мы узнавались в Менео. Но вопрос с тем, что ли, как и в литве, как и в литве, так и в литве, так и в литве. Продолжение следует... — Nos vieux ont subi la répression coloniale. Ils ont subi le code de l'indigénat. C'est un système qui les oppresse, qui les exclut, qui les empêche d'être des citoyens. La démonstration que la colonisation est un crime contre l'humanité, on l'a vécu. — On l'a vécu. Donc maintenant, il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on soit libre et on a la capacité de construire un autre modèle que le modèle français. — On a la possibilité de le faire. Donc on peut travailler avec la France, mais de pays à pays, d'égal à égal. — C'est vrai que nous sommes un petit pays du Pacifique avec 300 000 habitants et on va dire 110 000 à 120 000 kanak. Un petit peuple. Mais c'est un peuple qui a le droit, la dignité comme tout autre peuple. Et le combat, il a été rude jusqu'à aujourd'hui. Et il faut qu'il y ait un peu. Merci. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un peu. 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 ... 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